Евангелие от Луки, 6 глава, 31 стих. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Я попрошу, кто писал у нас места из Писания, написать это место красиво и вывесить где-то на стене. В этом все. Вот если бы так поступали, преступления бы практически исчезли, революции бы не было, перестройка не наступила, свержения царя не было. Ну, тот, кто расстреливал, представь, что он бы себе это хотел, через день его расстреляли. Совершенно точно, он бы на это не пошел. Любите врагов ваших, а такого нигде нет. Человечество шло по ступеням к этому. Вначале разрешено было мсти врагам. Око за око, зуб за зуб, ну и все. Мухаммед дальше идет, говорит, нос за нос, губы за губы, и дальше он перечисляет, всю голову окружил. Ну, понятно. Отомстить охотой, чтобы преступление дальше не расходилось? Да и правильно. Если бы сейчас ввели этот закон, который в южных странах здесь, преступления бы большинство исчезли. Шесть раз бы его не судили. Там прямо написано в Коране, вор, отсеки руку. А остальное, что говорят, там нету. Надо просто знать. Я вчера говорил, многих из вас не было, я занимаюсь этой темой. Если Господь благословит, будет в книге все напечатано. Тема очень большая. Почти миллиард людей верит так, как написано в Коране. Коран будет разобран по всем главам. Суры называются. В сравнении с Евангелием, как с ними работать, что самое главное, что у них хорошее. Не критикой, не поношением привлекать их. А как написано в Ханоне, кротко обращаться с серетиками, дабы их привлечь. Коран – это сборник, который написан спустя много времени после основателя. Вот как у нас четыре Евангелия пишут, но только там не четыре, а больше десяти. И все в одно собрано, одна книга получилась. И кто что помнил, в основном жены что помнили, у него там много жен было. И вот они, как говорили, одно и то же повторение. Притом слухами пользовались. Ясно, если история Иосифа рассказывается, то откуда они могли взять спустя 2600 лет, когда не было ни одной строчки записано. Ясно, что от евреев. Откуда? Еврея-то сохранили. Он от них взял. Рядом были еврейские поселения. Но все на слух брал. Уничтожить, видимо, не умел основатель. А по слухам, вот у нас отец был, он по слухам брал. И похоже, но искаженное, много прибавок. И так, чтобы как-то понятно людям было, расширенный вариант такой. А кое-что совсем даже не похоже. Новые большие такие добавки, что жена фараона обратилась там, где вот Иосиф-то там, ну столько же много чего нет. А дальше уже все по-своему. Рядом жили заарострисы, поклонники огня. И их туда приписывал обращение к заре и все. То есть какие были сектантские вероучения, манихеи все рядом жили. Он ни одного христианина не видел. Он все это собрал. И вот это все на основании Писания в сравнительной степени я покажу. Даже не то, что сравнить, но даже близко не стояло к Новому Завету, даже к Ветхому Библии, совершенно не с чем сравнивать. А целый миллиард людей верит. Еврейскому народу было сказано, когда соседние народы услышат, какой у вас закон, только он закон, еще неизвестно, живете ли вы по нему, и то скажет, какой это мудрый народ. Какую книгу мы имеем в Библии? Я ее держу все время в руках. Но сегодня утром закончил читать Коран. Сейчас все эти подсчеты веду, статистика занимаюсь, чтобы у людей было представление. Господи, дай мне еще большую любовь к Слову Твоему. Чтобы каждое слово, оно светилось, как должно. Законченная мысль, все. Там просто обрывок, обрывок. И никто не может понять, читает. Толкователи. Уже 1300 лет не могут растолковать ничего. Ну, как будто бы половина потеряна из того, что есть. Через предложение прыгает незаконченные мысли. Какие мы счастливые, что у нас есть Библия. Как мы должны радоваться этому. И как вы хотите, чтобы с вами поступали. Вы хотите, чтобы у вас в руках Библия была, а не что-то другое. Не буддистская литература. Любите ее. И молитесь об этом. Хотя бы одно слово. Господи, да сияет свет Твоим людям, у которых нет Библии. Которые не знают ее. И в первую очередь это касается православных. Там-то они не знают. А у нас Библия выпускается по благословению патриарха. Не знают Библию эту. Хотите убедиться, зайдите в любой храм. С кем-то поговорите. Одни рассказы какие-то будут и все. Евангелист Матфей 7.12 говорит так. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали. Но добавляет. В этом законы пророки. Оказывается, закон Моисеев к этому и говорил. Подтягивал людей. Как хотите, чтобы с вами поступали. Всегда. Вот ты как думаешь раскрыть. Ты хочешь, чтобы с тобой так разговаривали? Как ты разговариваешь грубо? Ты хочешь, чтобы на тебя так смотрели? Вот все примерять к себе. Больше ничего не надо. Прямо самого-то себя ты знаешь. И какое простое правило. Как хотите. Да хотим, конечно, чтобы с нами-то по-хорошему. А вспомни, сколько раз ты-то не по-хорошему обращался. Особенно речь касается о спасении. Ты желаешь тебе спасения? Да, конечно. Позаботься, чтобы другие это услышали. А как я могу сделать это? Молитвой. Осознанием. И когда с такими людьми встретишься, у которых Библия не является авторитетом, у тебя уже подготовка будет. Ты уже молился об этом. Ты состраданием будешь смотреть. Ты будешь просить Господи, а как подойти? С какой стороны показать? Какое место, как говорится, золотые места Библии? Прямо открыть и показать. Насколько мы счастливые люди должны быть. И насколько несчастные люди, которые думают, что имеют Христа, и они Его не знают. Люди-то выдуманного Христа верят. Там Его не знают и здесь не знают. Христос наш и строгий. Очи Его как пламени огненные. Не надо это забывать. И Он сядет на престоле. От лица Его побежит небо и земля. Как у третьей книги Езре говорится, Он куда ни глянет, из уст Его выходит меч. И дыханием Его попаляются горы. И толпы народа исчезают. Вот что мы должны помнить. И в то же время Он милосердно. Он нежно стучит. Стучит здесь. Стучит и там. Как? Есть люди, которые уже отдали жизнь, и их не приняли. Но рано или поздно где-то дверь откроется. Да скажешь, о них все больше и больше. Господь так делает, допускает, чтобы ангел этот сатаны удручал нас. Чтобы проповедь воссияла как должно. Левит 18.3 По делам земли египетской не поступайте. И по делам земли хананской не поступайте. И всюду и везде воруют. Не свороешь, не проживешь. Не обманешь, не проживешь. И так и научились. Мы должны настолько резко отличаться от окружающих нас, чтобы все вспоминали нас когда-нибудь. А вот у нас был человек, он никогда так не делал. Говорят, без обмана не проживешь. Это и верующие так понимают. Есть святая ложь, говорят. Ну, ради спасения кого-то. Никогда не верьте этому. Святым дьявол не может быть. Потому что ложь от дьявола. И поэтому правда и ничего, кроме правды, единственная правда. Молчать еще разрешается. Два варианта. Третий исключен. Никогда и нигде и никак. Двадцатая глава, левит. Двадцатый третий стих. Не поступай по обычаям народов, которых я прогоняю. А обычая народов страшная. Что люди мира этого делают? Все разрешается. Ешь, пей, пока перерабатывает твой желудок. Бери от жизни все, что можешь. Какие афоризмы-то? А ты скажи так. Я должен отдать все, что могу отдать. Блажение давать, нежели брать. Научись сострадать тем, которые не имеют того, что ты имеешь. Научись доброе брать отовсюду, где есть. Ты хочешь, чтобы тебя доброе брали? Научись видеть, где доброе. Бывает человек неверующий совсем. Добрый и показывает самоотверженность. Бывает мужественный. Вот они прямо везде, везде говорят. Насаждать веру мечом, если ты умрешь, сразу идешь в рай. Презрение к смерти. Их никогда не победить. Никогда. Они тысячами будут идти и будут умирать. Никогда. Вот так и христиане. Когда их мучили, то они перед народом представлялись такими, как будто не чувствуют. Они как деревья, они ничего не чувствуют. У них постоянно, основатель этого говорит, что его считали сумасшедшим, он ненормальный, он бесноватый, сумасшедший, он ненормальный. И чуть не в каждую суру это свое обвинение страдал. Я подумал, а ведь христиане-то, ведь это же самое терпели. Ну там-то хоть взял что-то от евреев, а христиане-то ведь прямо провозгласили распятие Сына Божьего единственным спасением. Да как на безумство смотрели. Да по-другому и нельзя было смотреть. Все житие об этом говорит. То есть нас очень многое роднит вот это отношение к необычному. А у нас-то самое необычное, что Сын Божий сошел с неба, воплотился. Как Бог мог соединиться с человеком? Это немыслимо. Вот у них это на первом месте. У Бога нет ребенка. Он постоянно, у Бога нет ребенка. У Бога нет жены, у Бога нет ребенка. Вот это для них неприемлемо. Они не могут понять. А мы в это верим. И все время думать, а если мне встретится человек, а как я смогу это сделать? Вот у меня книга будет как учебник для мусульман. Вот такая у меня мысль. Поэтому я всех прошу, помолите. Материала у меня много. Я сижу, сижу не вылаживаю. Сегодня я уже три часа провел, почти полных три часа за компьютером. С Кораном. С мусульманскими книгами, которые мне пристали. Еще надо будет поискать. Я молюсь, чтобы Бог дал мне в руки ключ к ним. Мне очень жалко их. Я чем больше читаю, тем больше мое сердце сокрушается. Они живут рядом с евреями. И они непрерывно враждуют. Они не могут понять друг друга, хотя они родственники. Один отец Авраам. И они постоянно об этом говорят. Постоянно. Но и те, и другие Христа не принимают. Да, а можно их объединить? Можно во Христе. Со Христом. А это мы. Мы должны ближнему желать, чего себе желаем. И не желать того, чего себе не желаем. Мы желаем, чтобы они уверовали во Христа прямо. Да, Господи, покажи как. Я пока не знаю. Мне это не дано. Вчера ровно повторяет пять лет, как я сел на компьютер. Кое-что удалось сделать. И думаю, не случайно все эти годы я подбирался к этой очень важной, большой и крайне опасной теме. Они ничего не терпят возражения. У них кинжал, нож, отрезать голову. Они больше ничего не умеют. Как будто бы делать. Прямо указание им дано. Убей, убей. И непрерывно. Поэтому мне нужна Ваша помощь. Чтобы каждый день начали сейчас молиться. Я целиком вошел в эту тему. Меня уже оттуда вытащить кажется невозможно живым. Я прошу Бога. И где-то чувствую, рядом, рядом я стою. Прям совсем рядом. Чтобы дать. Не взять, а дать. Второзаконие 5.22. Смотри. Поступай так, как повелел вам Господь, Бог ваш. И не уклоняйся ни направо, и ни налево. Значит, не поступай, как другие, а поступай так, как я заповедовал. Как закон Библии. Мы не можем желать ближнему добра, если мы не знаем это добро сами. Добро из Писания. Добро из Святой Библии. Не уклоняйся ни направо, ни налево, Господь говорит. Вот так слово поступайте, разъясняется. Когда ты знаешь Писание. Как можно не уклониться? Если человек не знает правильное Писание, уклоняйся в ереки, в безбожество. Он куда угодно пойдет. Поэтому и об этом надо помнить. Для родных и близких дать понятную Библию. Мы сколько занимаемся. И заметьте, мы ничего не можем сделать, сдвинуть. Больше ползала у нас. Аудитория одна только. Я знаю, в чем дело. Знаю. Когда не было храмов, я вел занятия в большом актовом зале Алтайского государственного университета. Как стали открывать храмы, попы всех отбили. Не мусульмане отбили людей. Попы православные. Не католики нам мешают. Свои. Вот о чем надо помнить. Малахия 2.16. Не поступайте вероломно. Вероломно, значит, в одностороннем порядке нарушение договора. О чем договорились? Положи все силы исполнить. Нет, поди низ и умоляй. Я не подумал, сказал не так. А я передумал. Или я свою подпись дезавуирую. Отзываю. Это ведь митрополит-то Виталий, отошедший. Ведь он тоже поставил подпись по то, чтобы комиссию создать по переговорам. А потом я подпись свою снимаю. Потом-то сделался как бы другим. Не так это делается. Ты сначала спроси, разрешат ли тебе эту подпись снять? А если нет, ты день и ночь плачь. Стой и говори. Моя подпись там. Надо молить об этом, чтобы никогда не поступать вероломно. Мы не хотим, чтобы с нами вероломно. Так и мы не должны поступать. Я считаю, что по отношению прошлого курса зарубежной церкви, современный синод поступил крайне вероломно. Совершенно не туда шли. Покаяние-то никакой московской патриархии не принесла. Им не понравится. Наш епископ поступил вероломно. Все поступили вероломно против тех, которые до этого были. Даже на бытовом уровне, митрополит Анастасия, с ними знать все не надо. Ну и так, потому что нечестность вероломно поступает. А теперь сами поступили вероломно. И даже хуже митрополита Сергия. Того под пистолетом держали. А этих никто не держал, а не оправдывает сергианство. Даже вообразить невозможно. И так не поступайте, если не хотите с вами поступать. Матфея 23.3. Господь говорит так. По делам их не поступайте. Да эти речь-то идут не о ком-то, а о священниках. По делам их не поступайте. Как они? В первую очередь они не проповедуют. Не поступайте так. Вы проповедуйте. Они очень превозносятся. Не превозноситесь. Они любят жить безразмерно. Все есть и не поступайте так. Что говорят из Писания? Делайте. Нам образец дан спастись. Смотреть на жизнь священников и поступать напротив. Этого для тебя, говорит, уже достаточно будет. Иаков 2.12. Так говорите и так поступающие, как имеющие, быть судимы по закону свободы. Если мы читаем Писание и говорим, мы счастливы, что есть Писание, надо его исполнять. Все-таки лучшая Евангелие – это наша жизнь. Когда Евангелие воплотится через нас. Римлянам 13.11. Так поступая, зная, что время коротко. Вот побудительная причина к тому здесь. Может быть, при нашей жизни будет уже развал России. Быть может, при нашей жизни двинется сюда Китай. Мусульмане. Мы не знаем. Может быть, вы будете рабы. Нас уже не будет. Молодежь. Юношей побьют мечами. Расстреляют. Девиц не познавших мужа возьмут свои гаремы, как раньше было. Ничего не изменилось. Они так и будут поступать. Это у них написано. Ему обещается Царство Небесное. И все время будете лежать на ложах, в шалках. Вам будут прислушивать вечные юноши, полногрудные девицы, полногрудные обязательно, и широкоокие и черноглазые. То ли у них глаза узкие не нравятся, видимо, в цине широко, и непрерывно повторяют об этом. Какие нравятся? Это в раю. Понятие о рае. И как имбирь, инжир, там яблочки будут поносить, и бархати одетые будут лежать у входа, и серебряные лестницы будут. Ну, чисто плоское представление, как у яговистов. Ну, сравни с тем, что у нас. Река жизни по ту и другую сторону. Древо, приносящее плоды 12 раз. Какое? Все разъясняется. Смысл-то какой? Ну, никакого даже сравнения нет. Считаешь и думаешь, вот Кирилл и Мехони, когда с ними спорили, и Магомета называли там антихрист, и над ним знамя сатаны, они-то знали ближе, они рядом жили, они это знали. Это в житие за 23 мая написано. Им это не нравится. И с этими словами я выступил в Агу. Галатам 5.16 Поступайте по духу. Вот вопрос как. Хотите, чтобы с вами поступали правильно? Покажите духовную жизнь. Я сколько раз говорю, девушки, будьте очень внимательны. Вы старайтесь без платка нигде не появляться. К вам отношение другое будет. Лису погубил ее шикарный хвост. Итак, чем ты прекрасней будешь одеваться, выходить, ну, показывать, как этот мир, да еще с разрезами этими, ты будешь горько жалеть. Кефесянам 5.8 Вы были некогда, кстати, это, но теперь свои поступайте, как чадо света. А были некогда чадо тьмы. Мы хотим, чтобы люди были во свете, должны жить светлой жизнью, чтобы ни одного замечания мир не сказал. Конечно, а вот ты с нами не участвуешь. А такое они могут говорить. Начинай сбор денег делать это, на дни кому-то рождения. Никогда не участвуйте. Если тебе сделали подарок, отвергни его. Сделали, ты уже как бы связан, должен это делать. В первую очередь, день рождения это не праздник, а во-вторых, с неверующими я не участвую. Никакие новые годы, никогда никуда не ходите. Не ходите, а родственники зовут. Но если ты твердый, не один, и можешь там пойти засвидетельствовать. Не сиди, не бери в руку, даже стакан пустой не бери. Даже, ну ладно, я не пью лимонадом, я чокну с вами. И этого не делайте. У нас были, которые любили ходить, они все отпали, хотя были уже очень пожилые. Ни одного нет. Никогда и нигде. Вот в Коране это прямо приказанием. Не ходить, с нечестивыми не быть. С неверными это мы, нечестивые. С нами нельзя вместе пить и есть и прочее. Эфессианам 5.15. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Как мудрые, это как Христос поступал, как поступали святые апостолы. Мы хотим, чтобы с нами так поступали. И мы должны своими поступками поступать, как мы относимся к людям. Что кто бы с нами не заговорил, а они знают, что мы влечем их в Царство Небесное. Да, кое-что мы потеряем. Бывает, кого-то облечишь, даже женщины не любят, когда говоришь о крашеных губах. Она годами помнит и напоминает. И скажет, что губы крашены для того, как Ефрем Естерин сказал, чтобы привлечь чужого самца. А у ней муж есть, там уж пьяница какой-нибудь может быть. Но есть, она не такая. Ну, для этого же ты красила губы. Она годами тебе не может этого простить. Да я же не про тебя сказал, я сказал, если ты это делаешь, то причина-то другое не. Ты объясни кому? Для мужа? Для какого? Муж тебя в любую знает. Значит, для чужого. Тут все понятно. Первое Царство 24,18. И сказал Саул Давиду, когда он оставил живым. Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а не злом. Вот так, чтобы могли о нас сказать. Мы хотим, чтобы нам, где ошибки делали неправильно, сделали мы зло и воздали добром. Легко нужно научиться прощать. Иеремия 18,20. Итак, должно ли воздавать злом за добро? Злом за добро. А они роют яму, душе моей. Вопрос стоял еще за 700 лет до рождения Христа. Тем более, когда делает нам добро. Его надо помнить всегда. Как хотите, чтобы с вами поступали люди. Вот свинья неблагодарна. Я ему столько делал. Один раз не так, и он теперь меня поносит. Так может быть, ты сам себя... Грешник, когда, говорит, ругает сатану, а поступает грехом, он проклинает сам себя. Первое Петра 3,9. И не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательством. А напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны. Вообразим, что враги захватили город, всех постреляли. Завтра мы сидим где-то в подвале, завтра или сегодня наша жизнь закончится. Благословляйте. Это все ничтой. Невинный человек идет в рай. Они ничего не знают. Так они все захватили наше имущество, а нам это и не надо. Оно для нашей жизни было. А когда мы ушли, какая разница? Что у тебя в комнате есть? Теперь скажи, твоя мать умершая заботится о том, где твоя койка, кто на ней спит. Ей-то теперь все равно. Но главное, что ты при жизни сделал. Римном 12.17. И никому не воздавайте злом за зло. Но пекитесь о добром перед всеми человеками. Не как-то, а прямо сгорать надо. Пекитесь. Так а если он злодей, а преступник неверный, обокрал и другие-то? Пекитесь о добром. Обличи его со строгостью, что нужно сделать. Свяжи его, но работай, спаси его душу. И возвести ему о Господе. 1 Фессонникицам 5. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. К каждой церкви апостол Павел говорит, что ваши обычаи мирские, что вы умели, приемы, зюдо, карате, вам, может, их где-то и потребуются в нечаянных обстоятельствах. А вообще-то старайтесь настроиться на то, чтобы делать только добро друг другу и всем. И вот этот лозунг, когда спрашивают, а что я должен делать? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте. Слово поступок. Себя ограничить в том, что ты делаешь. Это относится к мужьям, это относится к женам, это к детям, это к рабам, к начальствующим, как хотите, чтобы с вами поступали. Вы хотите, чтобы вас грабили? Мы обратимся к тем каллигархам и прочим грабителям. Ну, если он еще разговаривать, конечно, умеет. Нет. А зачем же ты это делал? К любому поступку, к любому разговору. Научиться применять это. И сразу остановиться и внутрь себя этот вопрос направить. С самоосуждением. А хочу ли я, чтобы со мной так поступали? Нет. В данном случае остается одно, помолиться. И внезапно обстановка может измениться. Вот сегодняшнее это чтение, оно применимо, ну, я уж на этом стою, к тем, которые держат в руках Библию. И те, которые решили служить Господу. Если вы сегодня тех монахов воскресите, показать вот ваша пустыня, и там одно магометанство, и сказать, отцы, вы думали об этом или нет? Вот вы сидели, когда там разные манихеи, встречались с Мухаммедом, то ведь ни одного из вас-то рядом не было. А у одного Пахоми 11 тысяч мужиков сидело в заперти. 11 тысяч. Местная тюрьма 3700 только. Это только у одного. Были рядом селения, в которых насчитывалось по 50 тысяч монахов. Уму непостижимо. И ни один не встретился с тем, за которым пойдет миллиард, который уничтожит из всех. Это жало в плоть. И в конечном счете мы должны прославить и за это Бога. Написано, за все славки Бога. И хорошо, что Он пришел, и к месту, и пусть то, что я вам сегодня сказал, что я занимаюсь этой темой, послушать нам грозным предупреждением, заботиться о своей душе и желать ближнему то, чего себе желаем, то есть спасения во Христе, чтобы уста каждого сегодня были наполнены проповедью. Аминь. Аминь.